Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Свой сегодняшний влог я хочу начать с посылки, которую только сегодня получила. И покажу вам маски. Это корейский бренд, новинка для меня. Называется Шери. Косметические средства для сохранения красоты и молодости. Прислали мне эти маски на тестирование. Я пока еще ничего не открывала, как вы видите. Контроль над временем для области вокруг глаз. Ультра омолаживающая формула с черной икрой и коллагеном. То есть по 2 пакетика сашей. Здесь такие патчи под глаза. На разовое применение, на индивидуальное. Вот видите. Следующие 2 маски. Это маска с коллагеном тканевая. Соса. Мгновенная подтяжка. Разглаживание морщин. Концентрат. Также 2 упаковки Hand Spa Ritual. Обогащенная увлажняющая маска перчатки для ухода за кожей рук. Профессиональный результат, не выходя из дома. То есть тоже 2 масочки. И вообще маска для рук мне очень нравится. Масло органа, масло жужуба, масло олива, экстракт тутового дерева, экстракт граната, гинго-белоба, инжир, экстракт мяты. К сожалению, во многих масках для рук используют, конечно же, минеральные масла, но об этом умалчивают. Прописывают вот такой красивый состав, но имейте в виду, что минеральное масло здесь есть. Буду тестировать, но, в общем-то, для рук, для ног я говорила, что подобные вещи я использую. И еще пептиды для обновления и омоложения кожи. Сыворотка какая-то. Здесь вот раз, два, три, четыре вот таких вот пакетика на разовое использование. В общем, буду все это дело тестировать и потом сделаю видео, поделюсь с вами своим мнением. Также хотела вам поближе показать сумочку. Вот такой пришла она мне с Алиэкспресс. Я потом ссылочки все оставлю под видео, потому что я, когда выложила фотографию в инстаграм этой сумке, у меня спрашивали, где я ее заказывала, у какого продавца, сколько она стоит. Стоила она совсем недорого, 1768 рублей, по-моему. Мне она понравилась. Да, я уже ее несколько раз выгуливала. Покупала я ее под свое весеннее красное пальто из Зары. И вот посмотрите, внутри такая сумочка-радикюльчик, подкладка с леопардовым принтом. По центру, видите, кармашек на молнии, то есть как бы сумка сама разделяется на два отделения. Также здесь есть ремень, ремешок такой, чтобы носить через плечо. И вот здесь вот еще кармашек на молнии, а с другой стороны для телефона, еще для чего-нибудь. У меня там мелочь гремит, просыпалась. Вот, очень симпатичная, очень милая, сделана качественно. Кстати, моей маме тоже понравилось. Ей редко нравится что-то с китайских сайтов, а вот этой сумочке она даже сделала комплимент. И выполнена она вот из такой вот лаковой кожи под крокодила. Милая, симпатичная. Всем доброе утро. Я сейчас нахожусь в Стопино, только что вышла от врача. У нас сегодня понедельник. И по итогу, да, я все-таки заболела. Мне назначили антибиотик. Кашель у меня стал очень сильный. И сейчас я иду в лабораторию, потому что время еще ранее. И я не ела ничего, так что успею еще сдать кровь, чтобы лишний раз не ездить. Всем привет. У нас сегодня уже четверг. Я пока продолжаю болеть. Сегодня была снова у врача. Дело пока не движется на поправку. Все это еще связано с цветением, с пылью с этой весенней. И как мне объяснил врач, что сейчас обостряются различные аллергического плана заболевания. И наступает такая, знаете, псевдоаллергия. То есть даже если человек не аллергик, но... Ой-ой-ой, куда ты полезла? Ой, на дарюшку чуть не завалился велосипед. И даже если человек не аллергик, но в любом случае вот эти все ОРГ, они бронхи оголяют, как он мне объяснил. Сейчас поднимем, Даш. И получается, что вот эта вся пыльца туда осаживается, и чтобы защитить механизм такой... Я, честно говоря, не до конца поняла, поэтому если вдруг меня медики смотрят, да, сейчас подниму. Бронхи закрываются, спазмируются. Вот, поэтому нужно продолжать лечиться, открывать их и, соответственно, оттуда выводить всю эту бяку, мокроту. Вот, у нас сегодня на улице уже достаточно тепло, и мы вышли гулять тут с Дашей. Кыски тут у нас. Вот, сегодня проснулись мы очень рано, поэтому уже она хочет спать, капризничает. Вот сейчас взяла велосипед, чуть на себя не завалила. Хочет идти за Антоном в школу, но ему еще два часа учиться, поэтому, наверное, мы так и не дойдем до него. Не успеем. Придется укладывать ее спать, и за Антошкой либо я одна побегу, либо у нас дедушка пойдет. Это патушка моя. Да, он к собаке идет. Ругается. У нас, видите, здесь уже ирисы вот так прокленулись. Вот там вот пионы, нарцисы, тюльпаны. Вот, видите, у нас так все хорошенечко оттаяло. Где я сейчас покажу? Кучка подснежников. Вот она, тень от меня падает. И вот здесь вот такая одинокая маленькая кучка крокусов. Там еще есть? Ну вот просто. И вот она, кто это у меня? Я уже в них путаюсь, это смурфетка. Вот она, Маруська ходит. Вот Бошка. Бонька. Вот она наша смурфета. Кнопка, кстати, ее Даша называет тяпа. У нас сейчас кругом вот все разбросано. Пока еще не успели разобрать до конца. Вот в такой вот пленке бумаги розы были замотаны. Там вот медведь. Так, бонифашка. С смурфета с кнопкой, с тяпкой. Даша так ее удобно называет. Тяпа и все. А это Пушок и Маруська. Вот она моя Дарюська. Вот, посмотрите, сидит наша Тяпа. Культяпа. Даша, ну подожди. Пушок. Пушочек. Пушочек. Хороший такой крупный котик. Здесь вот тоже, видите, подснежники и крокусы. Да, и Даша прям так целенаправленная на дорогу. Дочь, ты куда? Куда мы идем-то? От Тати. Да, от Тати. От Тати это Антоша. Но, как я уже сказала, от Тати еще полтора часа осталась. Там вот, раз покажу, видите, мать-мачеха первая. Видите? Еще раз всем привет. У нас сегодня суббота. И посмотрите, вот такую огромную коробку привез сегодня курьер из Вайлдберрис. И не пугайтесь, пожалуйста, вот такого вот бардака. Да, тут Даша еще. У нас было 20 минут времени. Вот, посмотрите. Пришлось быстренько все это, все коробки разобрать, осуществить примерку. В частности, все это в основном для Антона я брала. Антошке я здесь сегодня взяла пар 10, наверное, одни дарюшки. Вот, и себе вот ботильоны. Сейчас я все это буду собирать по коробкам. Кстати, курьер позвонил и сказал, что приедет через 2 часа. Поэтому вот я даже решила влог заснять. Очень обидно. Даша заказала вот такую вот футболочку, а она маленького размера оказалась. Посмотрите. Она такая миленькая, симпатичная. Прям совсем не тянется. И мы из нее уже выросли, к сожалению. А насчет вот этих вот ботильонов пока сомневаюсь. Оставлять, не оставлять. Это Калипсо. Такие они симпатичные. Но вот в этом месте, в коленище, конечно, немножко они так вот прослабленно сидят. Но может быть так задумано, не знаю. Так они на ноге, в общем-то, смотрятся очень даже неплохо и удобные. В общем, сейчас буду все это паковать, убирать весь этот бардак. Потом еще вернусь к вам. И вот уже более-менее немножко я здесь разобрала. Собрала лишний мусор. Несколько структурировала все это дело. Даша, да, взяла еще на примерку. Вот такие вот, Даша, тихо. Вот такие вот резиновые сандалики. Тихо, Дашка, тихо. Для того, чтобы, если вдруг мы поедем куда-то на море, ходить по пляжу. И сейчас Антону буду выбирать еще раз все это перемирием. То, что уже нам точно не подходит, я сложила в коробку. И остальное вот сейчас еще раз перемирим без суеты. Потому что, раз у нас появилось время, хочу суетиться, нужно еще раз посмотреть. Да, дочка? Да. И потом еще покажу Даше. Она уже их отложила отдельно. Свои туфельки, ботиночки, которые я ей возьму. Очень ей понравилось. И вот такой комбинезончик. Дашенька, повернись, Даша. Вот он. Hello Kitty. От Play Today тоже решила взять ей. Делаем сейчас с Антоном выбор. Между вот такими вот коричневыми ботиночками. И между черными. Он просит коричневые. Но, мне кажется, более практично это будут черные. Потому что, ну, все-таки они подо все пойдут. Так что сейчас думаем, что оставить. Одна и та же моделька. Смотрится, конечно, по-разному. И там, и там красиво. Но по итогу Антон все-таки остановился на коричневых. И вот коробку мы подготовили на возврат. Сейчас курьер подъедет. Представьте, у нас было больше двух часов времени. На примерку, на определение. Это очень здорово. И смотрите, сколько всего я возвращаю. Здесь 10 позиций. Чуть меньше я оставляю себе. Но с детской ногой, собственно, как и со взрослой, всегда так. Нужно определиться. И вот мы и определились. Я вам обязательно покажу, что я решила оставить. Ну и давайте, как обещала, покажу вам, что в итоге я оставила из заказа, из той огромной коробки. Большой возврат у меня получился. Но ничего страшного. Комбинезончик вот такой. Он трикотажный. Очень приятный, кстати, материал. В меру плотный. Hello Kitty. Видите, внизу на резинке. Здесь вот тоже с боков застегивается. Вот. И вот здесь можно регулировать длину лямки. Я, кстати, сейчас еще одну пуговичку, вот эту на нижнюю, перешью вот сюда. Потому что немножко они длинноватые получаются. Поэтому доработаю. Я покупала, это Play Today, кстати, 92-ю ростовку. Неплохо. Сейчас уже сидят хорошо. Поэтому на весну будем менять здесь кофточки, футболки. Вот хочется, чтобы дочка была яркая. Ну и давайте из обуви покажу, что оставила. Оставила раз, два, три, четыре, пять. Шесть коробок. Одна моя, одна дочкина и четыре для сына. Кстати, мне в каком-то видео даже писали, что Юль, ты, Даша, столько всего покупаешь, а сын у тебя бедный, несчастный. Мало всего. Вот так жалко Антошку. Не жалейте. У Антона много вещей. Не переживайте. Он у меня не ходит раздетый, разутый. Почему я сейчас взяла ему четыре пары? Нога резко выросла. Такое бывает с детьми. Да, они растут. Поэтому вот, чтобы не таскать его по магазинам, по-разному, решила заказать все в одном месте и просто дома примерить. Это очень удобно. Давайте покажу вам. Вот такие вот ботиночки. Сан-Марко. Насколько я поняла, все это дело производится в Беларуси. Да, я могу ошибаться? Да, Республика Беларусь. Правильно. 32 размер я взяла. Очень милые, симпатичные. Была скидка, кстати, на обувь 30% и плюс 17% моя скидка как скидка клиента. Поэтому практически в половину по цене. И еще вот такие мы решили оставить. Это тоже 32 размер и та же самая фирма. Немножко они ему сейчас великоваты, но мы решили, что до осени нога подрастет. И в школу ходить будет самое оно. Сейчас по весне он будет в этих ходить. Кстати, да, вот один и тот же размер, но вот эти вот чуть меньше, чем вот эти. Так что вот так. А какая-то одна из этих двух пар идет из ненатуральной кожи, из искусственной кожи. По-моему, вот эта. Внутри натуралка, сверху ненатуральная кожа, искусственная. А вторые полностью из натуральной кожи. Во всяком случае, так написано. Еще одни ботиночки. Ну, их я вам уже показывала. И на Антохе мы долго решали, какие оставить. И в итоге оставили вот эти. Причем один и тот же размер. Опять же, черные и вот эти коричневые. Это 33-й, но он сказал, что черные меньше по ощущениям. Поэтому решили остановиться вот на таких. Симпатично, по-моему, сделаны. Очень мило. Негромоздко выглядят. Поэтому тоже купили. И внутри, видите, они такие вот набаечки. Кстати, у нас сегодня плюс 3 всего. Да, вчера было плюс 15, позавчера было плюс 20. А сегодня плюс 3 идет дождь. И очень-очень холодно и сыро. Поэтому говорить о том, что уже наступило лето рано. Поэтому ботинки такие. И еще, кстати, да, вот элегами. Взяли вот такие вот макосины. Оставили. Элегами размер 32. Немножко, может быть, они смотрятся не очень хорошо. Ну, бегать. Сейчас вот под конец. В школу. И вообще вот возле дома. Нормально. В сменку потом пойдет. Так, давайте покажу Дашины. Капика. Очень понравились мне вот такие вот кроссовочки. Посмотрите, какие милые. Я их взяла 23-й размер. Сейчас она у меня носит 21-й. Мы померили. Настолько милые. Настолько классные. Они вот, видите, на липучке идут. Здесь имитация такая. Очень симпатичные. И на ножки замечательно смотрятся. И самое главное, ей удобно. Ну, и ботильоны я все-таки себе решила оставить. Да, долго я думала, мучилась, сомневалась. Я их вам уже показывала. Вы их видели. Ну, так, еще разочек. Вот такие вот. Какой-то такой цвет кофе с молоком бежевый. На шпильке. Кстати, очень удобная колодка. Мне вообще у Калипса нравится. Я себе взяла 40-й размер. Они маломерки. Я ношу 38-й. Вот 40-й сел, как влитой. Я еще в отзывах на сайте прочитала, что нужно брать на размер больше. 39-го не было. Думаю, дай мне возьму 40-й. И не прогадала. Немножко в голенище широковато. Но ничего. Так вот коряво, может быть, смотрится, но на ноге хорошо сидят. И видите, в комплекте даже идут запасные каблучки. На этом, наверное, давайте влог я свой закончу. Так много всего показала. Длинное видео получится. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Если хотите что-то посоветовать, тоже пишите. Буду рада общению. Пока-пока. Увидимся.